Буэнос Айрес. По многочисленным просьбам трудящихся из предыдущего видоса я, как и обещал, делаю обзор вот такого моднейшего устройства. Это перистальтическая дозирующая помпа от компании Jebao Dozer.3.4. В коробке, значит, комплектация не очень богатая. Тут сам дозатор такой, инструкция и запасная помпочка. А, и блок питания, собственно говоря. Для тех, кому лень смотреть, скажу, что помпа годная, стоит брать, если рассматривать себе к покупке. Есть свои плюсы, но есть одни минусы, это просто какой-то кошмар. О минусах, собственно, сейчас и будет разговор. Итак, самый большой минус этого устройства, это подключение к телефону. Ну, конечно, нельзя исключать, что я тупой, но мне ушло два дня на то, чтобы подключить эту херобору к своему айфончику, чтобы, ну, управлять ей. То есть, все классно, но вот только исключая это. Я пробовал разные дозирующие помпы, там, GHL, Coralbox, предыдущие модели Jebao, и никогда у меня не возникало проблем. Но вот с этой есть свои геморрои. И я хочу вам показать пошагово, да, я разобрался, хочу с вами поделиться, хочу показать, потому что это реально гемор. Я сейчас прямо при вас поставлю приложение, и мы вместе эти круги ада пройдем. Ладно, прежде чем еще минуту потрачу ваше время, прежде чем перейдем к установке, два самых больших косяка, с которыми столкнулся при установке. Во-первых, устройство не поддерживает сети на 5 ГГц, Wi-Fi, да, если у вас модный роутер, какой-нибудь современный, как у меня, да. То это устройство не подключится. Я просто, это кошмар какой-то, я потерял на то, чтобы это выяснить. Ну, как бы, да, на то, чтобы выяснить, что у меня роутер 5G. У меня на это ушел целый день. На коробке они пишут, что работает только сетями 2,4 ГГц. Вот, это первое. И второе, с чем я столкнулся, если время на вашем устройстве, на часах, стоит некорректное, как у меня, например, у меня все устройства, мои все часы спешат на 10 минут. Ну, типа, чтобы я никуда не опаздывал. Хотя, я и так опаздываю, да. Я очень, ну, прям не мог долго подключить, реально провозился, нигде этой информации нет. У меня часы на телефоне спешат на 10 минут, и эта падла не хочет подключаться по этой причине. Как только я поставил нормальные часы, все заработало. Вот, теперь, я думаю, можно ставить приложение уже. Так, вот, ребята, создали или создали аккаунт. Логинимся. Login. Далее, добавить новый девайс. Add now. Выбираем тут свое устройство. Вот, кстати, об интерфейсе. Да, я смотрю, вейвпомп есть, там подающие помпы, прудовые, и даже вот AT можно управлять светильниками. Я еще в руках сама не держал, я знаю, что Jibao выпустили контроллер. Как бы к твоим старым девайсам ты подключаешь новый контроллер, и он будет работать с этим приложением. Выбираем наше устройство DozenPom. Значит, нажмите лампочку, нажмите кнопку, тут одна кнопка есть, такая, со значком сети. Нажмите и удерживайте ее 5 секунд, чтобы огоньки перемигивались. Ждем, перемигиваются. Ставим галку умного подключения. Ставим, нажимаем Next. Вот тут должна появиться ваша сеть, вот моя сеть онлайн 228. На это надо обратить внимание, потому что я тут тоже просто, у меня он подключался к соседским каким-то Wi-Fi. Надо, чтобы он подключился к вашей. И как ее выбрать, вот если на него тыкать, как бы хер. Это должен, видимо, он по наиболее сильному сигналу. То есть, его надо к роутеру поднести, я не знаю, чтобы он подключился именно к твоей сети. Вводим пароль от твоей сети, домашней. Вводим. Подтверждаем. Нажимаем далее, идет соединение. О, подключился. Выбираем наш девайс, нажимаем добавить. Типа, удачно, начинайте настраивать ваш девайс. Блин, я чтобы вот эту табличку увидеть, я говорю, я дня три просто просидел. Ну, как бы вам теперь везуха, у вас есть инструкцию посмотреть. Но натурально, блин, это как надо додуматься, чтобы, типа, у тебя время, часы неправильно идут, и все, хер ты подключишь. Ну, для меня это было сюрпризом. Нажимаем старт. И вот он появился у нас, наше устройство. Чтобы, ну, войти в режим использования, достаточно тыкнуть, надо удержать, нажать. И вот это менюха тоже еще, как бы ты не начал использовать, надо нажать on. On нажимаем. И дальше тут четыре канала. Опять удерживаем, вот первый канал. Можно его включить вручную. Зашуршало. Можно настроить автоматическую программу. Тут первым пунктом задается интервал, да, типа, раз в день. Через день, и так далее, да, 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 и интервал. Вот. И расписание. То есть мы можем назначить время, на когда будет. И можем назначить, соответственно, объем. Вот. И таким образом, ни хера не настроилось. Ну, что ж такое-то, пожалуйста. Время ставим. Объем ставим. 10 миллилитров. А, вот, сохранить. Все-таки я тупой, видимо. Сохранить. Да, вот у нас в первом пункте появилась галочка. И можно настроить доебение матери программ. В общем, их действительно много. И, наверное, надо сжать галочку Run Program, запустить ее в автоматическом режиме. Да. Что-то еще есть из настроек. Можно откалибровать. Полезная функция. Ну, вот, возвращаясь, да, если есть калибровка, это очень круто. Потому что на, ну, не на всех есть калибровка. Но они могли бы тут в коробочку положить мерную кювету, например, на 10 миллилитров, чтобы я взял вот и калибровал, чем я 10 миллилитров буду отмерять. Типа бегать по дому, искать вот какую-то пробирочку. Ну, вот, посмотрите поближе, как это выглядит. Тут, кроме всего, есть еще кнопки управления в ручном режиме. То есть, ее можно, эту помпу, запустить мануально, да, ну, чтобы прокачать там и так вот каждый канал. И что касается размеров, помпа действительно очень компактная. У нее есть крепеж. Можно, да, бродника повесить в санки на стену. В отличие от предыдущей модификации, которую, вот, сейчас я на экране вам покажу тоже. Можете сравнить. Значит, подытоживая, да, в сухом остатке, хочу сказать, что помпа классная. Джибао поработали здорово опять по сравнению вот с предыдущей модификацией. Это прям, ну, классная штука, новинка, она компактная, управляется по Wi-Fi, вопросов нет. Что касается точности работы, я пока не испытывал ее, я ее поставлю, да, ну, в смысле, насколько держится калибровка, да, как она сбивается или нет. Поставлю, поработает и тогда расскажу, если кому любопытно будет. В целом девайс мне понравился, хороший. Только вот не, если бы не вот эти программисты, которые накатали вот эту программу. Ну, или, повторюсь, опять я что-то делаю не так. Значит, если видос вам понравился, поставьте лайк, потому что у меня есть еще. Помпа называется Coral Box. Такая, у нее алюминиевый корпус, она такая вот, потяжелее, ну, наверное, просто за счет корпуса потяжелее. Приложение у нее немного другое. Вот, сейчас я покажу. А, не, не покажу. Надо подключаться будет. В общем, вам надо непременно оставить мне комментарий, написать лайк, чтобы я вам рассказал еще и про эту помпу. Ссылки, где купить, я покажу и на Алиэкспресс, я оставлю ссылку, и на московские магазины какие-нибудь. Вот, надеюсь, видос вам понравился. Ставьте лайкосы, вот, пишите там, комменты. Все, обнимаю, целую, чао, какао, пока. Субтитры сделал DimaTorzok